Привет, с вами Софья и Камиль. Мы сидим в петербургском музыкальном магазине Imagine Club и рассматриваем прекрасные музыкальные иллюстрированные обложки. И сегодня у нас будет нечто выпуск. Камиль, давай ты говори, что у нас сегодня. Сегодня обложка группы Emerson, Lake & Palmer, такая прогрессив группа из 70-х годов. Вы же узнали, да? Узнали. И нарисовал ее никто иной, как Ханс Руди Гигер, великолепный швейцарский иллюстратор, график, дизайнер. Я не знаю, как правильно описать то, что он делал. Точнее, его технику описать, ты должен точнее сказать. Но человек, который также абсолютно узнаваем, как и Роджер Дин, и Деррик Риггс, и Раймонд Потибон, Ханс Руди Гигер. Человек, который проиллюстрировал не так много музыкальных обложек, поэтому тем ценнее то, что он сделал. Вот. И самым ярким примером, мне кажется, его музыкальной иллюстрацией является обложка вот этого альбома Brain Cellar Surgery группы Emerson, Lake & Palmer. На тот момент группа уже была очень хорошо известна, могла себе позволить любого иллюстратора в мире, получала бешеные гонорары. Вот. И каким-то чудом лейбл узнал о существовании Ханса Руди Гигера и, в общем, предложил группе с ним встретиться и обговорить. Группа играла концерт в Цюрихе, два концерта подряд в 1973 году, и с ним как раз они встретились лично. Он просто показал им пару набросков, и они настолько увлеклись беседой и разговором с ним, что в итоге они решили посмотреть вообще все, что там у него есть. И он отвез их к себе домой, и дома они... Вот это была чуть ли не первая какая-то картина, которую он им показал. Дома они чуть не сошли с ума. Да, они чуть не сошли с ума. И, в общем-то, дальше это, конечно, было доработано, переработано, разработано. Но тут были приделаны какие-то детали, убраны детали в рамках цезуры, потому что очень много всяких там эротических составляющих в работах Гигера. И, в общем, в итоге обложка получилась вот именно такой. И самое главное – это то, что она вот таким образом раскладывается. На этом тоже расставил менеджмент группы, что бывает не так часто, когда менеджмент, в общем, какой-то генерирует хорошую идею, то есть лейбл группы. Потому что обычно их интересуют только деньги, и больше их ничего не волнует. Но когда они сами это все увидели, они обалдели и поняли, что нужно для конверта что-нибудь эдакое соорудить. Вот. Внутри там тоже еще хорошая такая вкладка интересная с постером, вот, с какими-то заметками. Оригинал-то картинка, какие-то там неимоверные денег стоят, его, по-моему, даже группа пыталась выкупить, и что-то, как учитывать время, и то, что себе, по-моему, позволить не могла. Ничего себе. Да, да, да. То есть они позволить работу художника могли, но приобрести оригинал, по-моему, они так и не смогли. Ну вот. Так что Ханс Рудик-Игер, человек, который оформил еще обложки такой группы «Селитик Фрост», которую я очень люблю. Человек, который был абсолютно незашоренным, даже когда группа «Селитик Фрост» вышла на него с желанием, с вопросом о возможности использования одной из его работ. Этот человек, после того, как в группе все отказывали и говорили, что да вы, там, полный отстой вообще, то, что вы делаете, значит, просто не музыка. Этот человек в группу поверил, не про Эмерсона, Локен Паундера говорю, а про «Селитик Фрост», поверил своим землякам и дал им не только ту свою работу, а еще просто кучу других работ, и, в общем, эта группа тоже стала, в общем-то, ассоциироваться с именем Ханса Рудик-Игера, именно ее визуальной частью, что показывает, насколько человека не испугало абсолютно ничего. То есть, не какая-то страшная, темная, неумело сыгранная музыка с каким-то юношеским максимализмом, потому что человек, который оформлял музыку максимально виртуозно сыгранную, в общем, он мог бы сказать, да что это вы тут делаете, ребята, я вот Эмерсон Локен Паундера оформлял альбом, а вы тут какие-то. Ну, и, если вы не знаете такой гигер, вам непременно стоит ознакомиться с его творчеством, если вы любите какую-то некую мрачность, в общем, то обязательно обратите внимание на его, на то, что он сделал, это все дизайны чужого, все декорации, это все его работа. Я думаю, что на самом деле даже не в иллюстраторской среде Гигер не нуждается в представлении. Я думаю, что это уже очередной маэстро, не иллюстрация, а, в принципе, искусство, и я думаю, что влияние, которое оказало его искусство, оно настолько широкое, что нельзя сказать, что он повлиял только на кинематограф, или только на музыку, или только на графический роман, или на фантастические романы, или на современный киберпанк, или еще на что-то, да. Нельзя так сказать. Он просто повлиял на этот мир, просто своим существованием. Кстати, опять-таки, вспомню, что в моем рассказе о фантастической иллюстрации я упоминаю его и о его работе в коллаборации с разными режиссерами, в том числе и с Ридли Скоттом, когда он делал эти потрясающие декорации к чужому, и самого чужого, то есть это все настолько интересно, и, конечно, куча статей, и мне кажется, что... А если вы поклонники вообще всей этой плеяды чужих, ну и особенно Ридли Скотта, потому что я считаю, что это канонически чужой, именно с визуальной точки зрения. Даже, ну, второй камерон тоже хорош, но он уже отходит от канона, и как раз-таки в этот канон непосредственно визуальности Ханса Гигера возвращается Прометей. Это немножко дальше от музыки, но я это веду к тому, что на этой обложке кажется, как будто бы это какой-то артефакт, найденный где-нибудь в Прометее, или там на этой Пандоре, где-то, я уже не помню точно. В общем, такое ощущение, что это одна история. И вот мне кажется, как мы разговаривали про Роджера Дина с его мирами, как мы разговаривали про Дерека Рикса с целой серией тоже в одном мире, да. И это то же самое, то есть человек создал свою Вселенную. И мне кажется, что это настолько потрясает, что, ну, как бы, этим нельзя не вдохновиться. Ну да, что это обезоруживает, обескураживает, ошибает с ног. Только у него, знаешь, у него, мне кажется, не именно широкое такое пространство, но у него все замкнутое какое-то, потому что этот артефакт найден где-то в каком-то чулане, какого-то космического корабля и так далее. Пандора-то из Аватара, мне кажется. Да, не Пандора, а как-то по-другому. Не помню, там тоже, да, как это все было. Ну, в общем, это я думаю, что знатоки поймут, что там за глаза планета. Ну, короче говоря, это тоже целый мир, созданный одним человеком. Это визуальность, созданный одним человеком. И мне кажется, что вот такой феномен, когда группа берет какой-то готовый продукт, даже переработанный, например, как в этом случае, но тем не менее, то это еще больше оценивает, наверное, вклад художника. И на мой взгляд, это тоже очень классно. То есть не когда иллюстратор рисует для группы, а когда группа берет и такая вот, что нам нужно, и больше ничего. Ну да, еще, знаешь, и тем страннее история того, что у группы, ну, были еще несколько хороших работ визуальных, но было просто куча откровенного какого-то шлака, типа альбом там Love Beach, то есть пляж любви, где они стояли там на Гавайях. После вот такого, какой пляж любви, вообще, что за жесть. Они просто слетали на другой планете. Да, ну то есть это, в общем, это ужасно. Я не понимаю, как можно было вот после вот этого, после того, как все эти первые обложки, и настолько там были, настолько тонкие работы у них, не касаемо там даже Гигера, вот после этого делать Love Beach и какие-то еще там, после 90-х годов альбом какой-то там тоже туфта какая-то. В общем, свернули не туда, а где-то тоже, да, в космосе, в чулан какой-то. Ну что ж, я думаю, что если вдруг мы с Камилем для вас открыли Ханса Гигера, то вам срочно нужно идти смотреть все эти хорроры, все эти графические романы, все его работы. Конечно, это не для слабонервных, но мне кажется, что здесь не важно, нравится вам это или не нравится, это просто нужно знать, потому что это часть нашей культуры уже, это часть современного искусства. Это классика, это классика. Это надо знать. Ну, а для всех остальных, кто и так знает, давайте опять порадуемся вместе, полюбуемся еще раз этой замечательной пластинкой и, не знаю, дадим поклон такому великому автору, художнику. У меня не поворачивается язык, сказать иллюстратору. Ну да, это не иллюстратор, это просто что-то больше, просто визионерку. Да, именно так и есть. Ну что ж, спасибо, что были с нами в этом выпуске и приходите еще. Напомню, мы сидим в классном музыкальном магазине в Петербурге Imagine Club. Не забудьте подписаться на мой канал, не забудьте подписаться на Legendary Flower Punk и сходить на пару концертов. И спасибо, что были с нами. Спасибо, пока. Так, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok